Аркадия во всей своей красе, одна ее часть, вот там вторая, кое-что в мешочках, хотя не стали ее есть, но на всякий случай я закрывала, потому что не всегда можно быть на месте и оперативно среагировать. 6 сентября у нас сегодня, и Аркадия полностью готова. Сладкий приятный вкус с тонким нежным мускатом. Вот такая красота, крупные грозди. Ну, в этом году, конечно, не самый крупный. Я думаю, что грамм по 800, может быть, под килограмм будет. Достаточно крупная ягода, да, где-то есть чуть поменьше, но где-то вполне хорошего размера. Оставляли по одной грозди на побег, хотя вот здесь две, раз, два, там не видно, вот там две грозди на побег. И тоже они такие, да, увесистые. Смотрите, вот эта гроздочка, я думаю, что где-то на 1,2 кг потянет примерно. И вторая, ну, грамм на 600 это минимум, а может быть и на больше. Другая сторона куста, здесь тоже все красиво, все хорошо, грозди много, они такие эффектные, впечатляющие. Ягода полностью созрела, даже, скажем так, с теневой стороны проявился уже мускат, потому что у Аркадии рано уходит кислота. И бывает, что ее съедают просто сладенько и не дожидаясь муската. В этом году на 6 сентября все, и мускат в ягоде есть, причем даже не только вот здесь, где светит солнышко, но и с обратной стороны. Идут процессы вызревания лозы. Например, вот этот побег, где-то на метр, чуть больше, уже лоза вот с одной стороны вызрела, но со второй чуть-чуть подтянуть. Здесь тоже видно, да, что и грозь неплохая, и тоже вот лоза нормально зреет. Ничем мы в этом году вызреванию лозы не помогали, не способствовали. Аркадию мы выращиваем уже много лет, и ни один год она нас не подводила. Даже в самые худшие годы все равно лоза вызревала на то, чтобы оставить на плодоношение. Ну и вспомню прошлый сезон, когда был холодный сентябрь, и показываю урожай прошлого года, да, там писали, что в сентябре уже лоза не зреет, ну а как мы тогда урожай получаем? То есть я вам показала, что урожай есть, и урожай достаточно хороший для этого года. Поэтому в наших условиях она себя проявляет очень хорошо, и это один из наших самых надежных, самых стабильных сортов. Да, с одной стороны она у нас растет в пристенке, но это пристенок западный. Поэтому солнце здесь появляется только после часа, и вечером соседский дом заслоняет. При этом также все время обращаю внимание, что очень близко она к стене, проветривание не самое лучшее, тем не менее. Ягоды чистые, болезней никаких нету, но стандартные 4 обработки это, видимо, были проведены. И повторю еще раз, что для нас это один из самых стабильных, самых надежных сортов, которые всегда вызревают в любой год. Ни разу еще не было, чтобы мы не съели эту ягоду, чтобы мы остались без урожая. Каждый год она нас радует. Да, когда-то гроздей могут быть чуть больше, когда-то чуть меньше. Сейчас средняя, наверное, будет грамм 800, максимально на Аркадии мы получали 1,6 кг. Продолжение следует... Продолжение следует... Семя. Семя. Один из наших любимцев и самых стабильных сортов. Не все открыли, потому что едят усы. Ус много, поэтому открыли частично. Большие красивые гроздья, крупная красивая ягода, может варьировать немножко по окраске, в зависимости от погоды, от температур и перепадов день и ночь. Вот, для понимания масштаба, то есть вот это все синий и вот та вся плоскость, все в мешочках, это тоже синий. И вот там вот те грозди, которые я показывала. Дает по две грозди на побег. Ягоды не очень крупные, но такие. По размеру вполне. Грозди примерно грамм по 700. Грузится хорошо, зазреет хорошо. Все у него с этим замечательно. Ранний срок созревания обычно в конце августа мы уже начинаем его кушать и достаточно хорошо висит на кустах. В этом году несколько фазал, 15 сентября мы его срезаем. Вкус сладкий, такой приятный, конфетный. И бывает легкий мускат. Не всегда, не во все годы. Бывает, что мускат либо проявляется поздно, либо потом проявляется при хранении, мусине и без муската. Тоже очень приятно, очень интересно. Обалденно, классно из него изюм мы делали. Один год я делала, доставала косточки, другой год прям целую ягодку мы вялили. В печке косточка становится хрустящей, не мешает. И это вот прям конфетки и лакомства. Вот такой вот красавчик. Значит, в этом году немножко потрещал. Первый раз за все время. Он у нас, наверное, уже, ну, чтобы не соврать, лет пять. Плодоносит тому, что больше. Но, смотрите, вот, ягодка просто изюмится, вярится. И, и все. И от этого становится еще более вкусной. Вот здесь, смотрите, две грозди на побег, да? Вот такие. Вот такие большие, хорошие, красивые. Да, может быть, неравномерный окрас. Вот эти ягоды, они тоже сладенькие и вкусненькие. Ну, там тоже, видите, да? Что грозди примерно такие же по размеру. Вот, смотрите, какая грозди. Обалденная. Крупная, красивая. В меру плотная. Прям супер. Вот, смотрите, какая красота. Супер они, грозди. Здесь еще вот такая. А висеть на кустах он может достаточно долго. В общем-то, практически до морозов. Ну, если, конечно, его раньше не съедят. Там тоже следует отметить, что растет он у нас не в самом лучшем месте. Здесь такое достаточно плохое проветривание. С одной стороны доски лежат, с другой стороны там, можно сказать, стена соседских кустов. Тем не менее, он в этих условиях растет, он в этих условиях созревает. По болезням особых вопросов с ним никогда не бывает. И кроме хорошего урожая, хорошей наброски, у него еще всегда замечательно зреет лоза. Абсолютно в любой год. Что еще хочу показать? Смотрите. Это пасынковый урожай. Он уже окрасился. Сейчас мы, кстати, попробуем. Он уже сладкий. Ну, конечно, немножко такой вкус как бы размытый, простоватый. По сравнению вот с тем, что внизу. Но если бы не было нагрузки там, пасынковый урожай есть. Если дать еще ему времени повисеть и, например, срезать основной урожай, то, в общем-то, тоже есть что поесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok